После того, как заканчивается период вегетации растений на огороде, они переходят в фазу технической спелости, которая означает необходимость уборки урожая. Соблюдать сроки уборки очень важно, поскольку если картофель правильно вырастить и передержать в почве, последствия для овощей будут очень плачевными. Ранняя уборка – это тоже плохо. Овощи в этом случае будут маленькими, не будут содержать крахмал и будут подвергаться грибковым болезням и плесени. Но если картофель пересидит в грядке, то он может примерзнуть, поскольку в середине сентября температура воздуха по ночам уже может опуститься до нуля, в результате чего плоды будут портиться и гнить прямо в земле. В результате грибки, личинки, почвенные вредители будут распространяться, и картофель не сможет сохраниться больше месяца. А если конец августа и половина сентября будут сопровождаться обильными дождями, картофель может стать сплошной водяной массой, употреблять его в пищу будет просто невозможно. Определить время для уборки картофеля можно по внешнему виду ботвы. Усыхание зелени начинается не как у всех растений от листьев к стволу, а наоборот – сначала стебель, затем листья. Клубни начинают убирать с участка, когда нижняя часть куста подсохнет. В процессе хранения картофеля он еще немного дозреет и будет готов к употреблению. Если по состоянию зелени картофеля определить уровень спелости не получается, можно выкопать несколько кустов в разных частях огорода и оценить состояние корнеплодов. Хороший картофель должен иметь плотную кожуру, легко отделяться от корней, а размер картофелин должен быть не менее 5 сантиметров. Также стоит посмотреть на срок выращивания растений. Обычно он составляет около 90 дней для ранних сортов и около 140 дней для сортов позднего типа. По окончании этого времени проверьте зрелость клубня и уберите весь урожай.